Дорогие друзья, мне иногда после концерта в разных городах присылают зрителей записки со смешными наблюдениями из этого города. Например, в Омске прислали объявление из медсанчасти. Найдены зубы в мешочке. Обращаться к гардеробщице. В Челябинске потрясающее объявление в газете. Пирсинг. Пенсионерам скидки. В Кургане есть такая фирма «Муж на час». Они уже не знают, чем народ завлечь. Такое объявление разместили. Заверну шурупы в удобное для вас место. Раньше была такая рубрика «Нарошь-то не придумаешь». Знаете, при желании придумаешь. Еще как придумаешь. Вот этим и занимаются всю жизнь авторы популярнейшего журнала, который у нас в гостях. Журнал «Красная бурда». Мы это произносили, чтобы вы немножко привыкли к звукам нашего голоса. Потому что с вами сегодня разговаривает юмористический журнал. Мы приехали ненадолго. Это замечательный курортный город. Когда приезжаешь сюда, хочется сразу познакомиться с какой-нибудь девушкой, лежащей на замечательном юрмальском песке. Но для того, чтобы с ней познакомиться, надо что-то ведь сказать, чтобы как-то запасть ей в душу. Фразы для знакомства с девушками на курорте. Девушка, можно я на вашем лежаке посплю? Да вы не вставайте, не вставайте. Девушка, можно вас на свидание пригласить? Вы мне очень нравитесь. Жаль. А подругу вашу? Подругу вашу тоже очень жаль. Следующая фраза произносится... Ее надо произносить, поправляя очки. Извините, самцы не интересуют? Девушка, я проношусь в жизни женщины, как двухшаровая молния. Девушка, это не вы невинность потеряли? Вон там обронили. Девушка, а правду говорят, что силикон не тонет? И, наконец, девчонки, не проходите мимо. Дальше мужики еще хуже. Ну, а девушка должна ответить мужчине на такие приставания тоже какой-нибудь замечательной фразой. Например, такой. Молодой человек, нет. Нет, я сказала. Вы что, по-русски не понимаете? Если я сказала нет, значит нет. Ну, если только бокал. Бокал, я сказала, не рюмку. Знаете что, давайте так. Если больше никого не найдете, то подходите. Молодой человек, я что, похожа на женщину легкомысленную, с которой можно вот так, без денег? Ну, мужчина, вы хотя бы маску и трубку снимали, когда с девушкой знакомитесь. А плавки надевали. Знаете что, молодой человек, я в кабинках для переодевания не знакомлюсь. Знаете что, может я вам просто спину расцарапаю, и вы пойдете, друзьям покажете. И, безусловно, возвращайтесь на пальму, молодой человек. Спасибо. Когда ознакомишься с человеком, все в нем нравится. Когда ты с ним начинаешь встречаться, это идеальный человек. Женщина лучше нет. Когда ты живешь с человеком какое-то время, многое в нем перестает нравиться. И ты понимаешь, что у мужчины, с которым ты живешь, появляются дурацкие привычки, с которыми приходится мириться. Самые дурацкие привычки мужчин с точки зрения женщин. Он сморкается в раковину, не заходя в ванную. Лишь слегка приоткрыв дверь. Он прикапывает свои окурки в кошачий ящик с песком. Придя домой с работы, он включает телевизор, проигрыватель, компьютер, берет газету, открывает книгу и садится жрать. Он включает утюг, ждет, потом лижет палец, прикладывает его к утюгу, обжигается, бегает по комнате, машет обожженной рукой, матерится и, выключив утюг, говорит, «Дерьмо, утюг, погладь ты!» Перед тем, как утром зайти в туалет, он полчаса в задумчивости бродит перед книжными полками. После чего поет в туалете низким кряхтящим голосом. Наконец, получив любую квитанцию, неважно за что, он говорит «Да не охренели!» У женщин тоже есть веряжные привычки, с которыми мы, мужчины, миримся. Например, такие. Она смотрит сериал, смотрит, смотрит, смотрит и засыпает. Но стоит переключить на футбол, сразу просыпается и кричит «Я же смотрю!» Надев колготки, она подпрыгивает и пытается себя в них приподнять, как барон Мюнхгаузен. Хотя книжку точно не читала. Она переодевается еще минимум пару раз после того, как говорит «Ну все, я готова!» Когда вы бежите на трамвай, она постоянно отстает. Очень обидно. Она часами болтает по телефону, даже когда его уже из розетки выдернешь, она все равно еще минут сорок да потрещит. Когда наши проиграли, она обязательно поинтересуется утром «Как сыграли!» И добавляет «Я говорила, что проиграю!» Вообще, когда показывают футбол, у нее два дела. Одно справа от телевизора, а другое слева. Она начинает смеяться, хотя ты еще не закончил рассказывать анекдот. А когда закончил рассказывать, она спрашивает «И че?» А он «Че?» И, наконец, она прячет, постоянно прячет нормальные еще мягкие носки в стиральную машину. Спасибо. С вами сегодня в Гурмале юмористический журнал «Красная Бурда». Аплодисменты.